С таким невероятным воодушевлением слушал этот гимн за два часа до самого большого позора в истории национальной сборной. Полуфинал с Германией. Именно здесь, на этом стадионе, бразильцы сыграли. Сегодня у них другой великий матч, и даже это не чемпионат мира, а его лишь квалификация, но Аргентина в соперниках. И к этому матчу в Бразилии и в самой Аргентине невероятно глубокое отношение. С вами Михаил Мельников и Александр Шмурнов. Мы быстро о составах команд. Всем доброй ночи или доброго дня. Бразилия, которая сегодня в качестве хозяина. Алисон в воротах. Марселло, 16-й. Жуан Миранда, 3-й. Маркиньос, 13-й. Дани Алвес, 4-й. Это защитники в центре поля. Ренату Алгуста, 8-й. Фернандиньо, 5-й. Паулиньо, 15-й. И такой кулак в центре поля. И атакующая группа. Неймар, 10-й. Габриэл Жезус, 9-й. И Филиппо Паутиньо под 11-м номером. Тите главный тренер сборной Бразилии. В состав сборной Аргентины перед вами первый номер голкипер Серхио Ромеро. Под 15-м слева Эммануэль Масс, 4-й. Пабло Сабалета справа. Центральные защитники Рамира Фунес-Море, 13-й и 17-й. Николас Атаменди. Полузащита Хабьерма Скирана, 14-й. Лукас Билья, 6-й. Линии атаки Энсо Перес, 8-й. Один Станхель, Ди Мария. Ленель Месси, капитан команды, 10-й. И Гонсало Игуаин, номер 9. Эдгардо Бауса. Главный тренер сборной Аргентины, который начинал 2016 год работой в Бразилии. Что любопытно. Да, в Сан-Паулу конкретно. Ну, собственно, и тот, и другой. Тренер совсем недавно тренирует свои вот эти. И после нее стартует матч, в котором команды разыграют важнейшее внутреннее состояние национального футбола, если угодно. Потому что 100 с небольшим матчей я не уточняю, ибо по разным данным. И кто-то говорит 101, кто-то говорит 102, кто-то чуть больше даже, 106. И тем не менее. И причем, что любопытно, по разным данным преимуществ, либо у Бразилии, либо у Аргентины тоже. Какие считать из начала 20-го века, какие не считать. И здесь примерно равное количество побед, 39-37, по, скажем так, устретненному варианту, который FIFA поддерживает. В пользу бразильцев, конечно же, можно вспомнить феноменальные матчи, заставившиеся дрогаться весь мир. Например, в 90-м году, когда Марадона и Каниджа одной комбинацией обыграли Бразилию, считавшуюся фаворитом. Ну и сегодня для аргентинцев, помимо престижа, чести, еще, конечно, и турнирная таблица. Как возможно и для Бразилии. Не такая уж мощная команда, чтобы после этих четырех побед подряд, о которых Михаил уже говорил, себя чувствовать безупречно. И толком ничего не позволило тогда создать сопернику. Неймар подает угловой, хороший навес, но здесь мощность играли защитники. Вот как раз Эммануэль Масс выбивает мяч. Тот самый из Аргентины, защитник из клуба Сан-Лоренцо. Немножко такой корявый, конечно, был розыгрыш. Никак не могли мяч опустить и, в общем, с неудобного отскока Ренату Аугусто бил. Но все-таки пробил, все-таки пробил. Причем прямо по центру он находился и никто не успевал. Картинка по-прежнему довольно мелкая. Но Месси мы отличаем от других. Вот он с мячом. Передача назад. И отсюда удар. Блестящий какой удар. Алисон справляется. И Демаре пытался переправить мяч в ворота. Удар Лукаса Билли. Биль я бил, бьет и будет бить. Ну да, почему нет? Он таких голов в лапсу немало забил. И там, кстати, он и стандарты бьет. Ну здесь просто этого нельзя делать. Хорошо. Да нет, конечно. Просто все эти финалы завершились без голов. Ну давай тогда так. Без голов, да? Я почувствую, собственно, с чего я начал-то. Давайте посмотрим атаку Бразилии. Просто я хотел статистические данные привести. Гоу-гол! Боже ты мой! Филиппе Коутиньо! Брависсимо в девятку попадает. Где он был эти предыдущие 20 минут? Ну, абсолютно пока работает клан Тита. Да, Бразилия как в засаде сидела все это время. Полтайма. И посмотрите, ну вот был угловой. Там заработанный здесь здорово. Сабалета неправ. Маскирано опаздывает. И даже Демарея прилетел с левого фланга атаки, чтобы попытаться закрыть эту зону. Неудачно сыграли и Атаменди. Да вообще все четыре лучших аргентинских на сегодня игрока этой зоны. Два опорных и два центральных защитника. Они должны там ставить заслон барьера. Его нет. Три опорных. Три опорных мы видим сегодня. Но сегодня. Кулини, кстати, у него играл, да, в свое время. Атака аргентинцев. Неплохо. Удар по воротам. Сходу тычком пробил Лэнсо Перес. Страшно говорить, но, по-моему, это самый активный игрок первой плейной матча у сборной Аргентины. Ну, вообще страшно. Вот включил скорость. Опять, что такое скорость в футболе? Вот он просто ускоряется. Один игрок сзади остается. Двое не успевают встретить. У него возможность... Ну, сейчас сам пробил там. Террорный. Ну что, штрафной. 37-я минута матча Бразилии-Аргентина. Отборочная игра к чемпионату мира в России. Проигрывают аргентинцы. Месси. Штрафной удар. Опять стенка. Рука. Рука показывает Месси. Судьи не обращают внимания. Дают угловой, как в том анекдоте. Ну, вот, на самом деле, людей, которые в чемпионате Испании играют в испанской лиге, к этому приучили судьи. Потому что два сезона сейчас отошли уже от этой тенденции. Два сезона считали рукой все. Стоит человек в стенке, закрывает лицо или пах, мяч попадает в руку и штрафной с того места. А если это внутри штрафной, то пенальти. Алисон прорывается. Очень неудачно сыграл вразильский вратарь. Застрял в гуще своих же защитников. Ох, Каутини, что творит. И в касание передачи вперед. И здесь Неймар. Вот теперь он на своей привычной старой позиции. Габриэл чуть подотстал. Неймар сам проскакивает. Ближний угол бьет. Нет. Это было очень красиво. Всех обманул Неймар. Сначала купился защитник, что будет уже прострел. И не успел на новый рывок Неймара. Вот здесь. Причем он по скиранам. Мешает ему Эммануэль Мас. Очень понятно, кто кого-то страховал. Ну и в конце концов бил. От углового они там минуты полторы обнимались. Вот на это можно добавить на самом деле. Еще одна атака. И свободная зона в штрафной. Выход один на один. Удар 2-0. Неймар 2-0. 2-0. Бразилия-Аргентина. Вот так аргентинцы опять заснули. Как перед голом Филиппа Каутинио. И Неймар просто растязал. Кстати, вместе с Своей Каутинио. Ворону пас. Ну и выход. Каутинио справа. Неймар слева. Каждый из них готов принять мяч. Габриэл Жизу сделает голевую передачу. И... Это вынос. Пока да. То, что Бразилия забила 2 из 2. Они в штрафной-то больше не были. Ну, Ренату Аугусту пробил. Но мы говорили, там такая корявая атака получилась. Совершенно не обязательно там. Вообще мог быть удар. А вот эти два момента. И они втроем прошли пятерых. Очень легко. И непринужденно. Ну, то вот удивительно. Как оборону-то в Аргентине играет. Как-то странно. Они вчетвером. Все здесь клубы назовем. Тем более, что это несложно. Манчестер-Сити представляет сразу 3 теперь человека у Аргентины. Это Пабло Сабалета, Николас Атаменди и Куна Гуэра. Атака бразильцев левым флангом. Неймар прострял. Удар сходу и мог забить Габриэл Жизус. Пятый мяч в своем пятом матче за сборную. И третий мяч в трех моментах Бразилии в этой игре. Но не забил. Еще одна команда из Манчестера представлена вратарем сегодня. Кстати, есть еще защитник Рохо, который, как правило, вызывался. Но вот в состав этой команды он... Долго, долго. Погож он был на трехчетвертного. Вот то же самое. Такой терпека, да, который теряет мяч. То же самое сейчас сделал Дани Алвес, да? Только он все-таки мяч сохранил. А здесь потерял еще одна атака, еще один момент. Три выхода один на один. И три. Три ноль нет. Не забивает. Каким образом Паулиния? Не забил в пустые ворота. По-моему, он пожалел эту Аргентину. Поразительно. Уже вратаря. Габриэл. И у Аргентины свои моменты появились с выходом Серкио Гуэра. Ну вот смотрим еще раз. Боже мой. Просто Кати в этот угол выиграла. Выиграла с трудом. Не очень красиво. Но столько было стыков. Столько было руганий. Столько некрасивых эпизодов. Сейчас штрафной. Даниалвес. Удар. Вот это штрафной. Я понимаю. Кстати, первый. Да, и то это довольно далеко от штрафной площади. Ну, сколько? Метров 10, наверное. Но это первый удар вообще штрафной. В радиусе. Построены с одной стороны на очень небольшой разрыв между линиями. Это позволяет бразильцам дойти почти до штрафной. А теперь Марселло подает в штрафную. А дальше что? А дальше 3-0. 3-0 и Паулиньо, который две минуты назад не попал в пустые ворота, попадает в полный разгром. Как будто специально для него разыграли. Ну, атакует. И забьешь. Давай, давай. Да? Ну, попробует еще вот так. А вот это попробуйте. Очень красиво все сделали. Не везет Серкио Ромеро, потому что мяч попадает в защитника. И рикошетом мимо вратаря проскакивает. Ну, что здесь творилось с Эммануэлем Мацом? Фунас Мори вообще издевательство какое-то. Кстати, мы говорили об этих двух защитниках, которые, в общем-то, наверное, не из первого ряда. Хотя Фунас Мори за Эвертон играет. Это серьезная практика, опыт. Но есть Гарай. Сейчас он травмирован. Есть Рокко. И сегодняшняя, я еще не буду говорить победа, потому что рано, да? Неймар, нет, не забьет. Ну, еле-еле, еле-еле отбились против Неймара, потому что казалось, что вот он уже выходит один к воротам. Вот он получает мяч, и он впереди Сабалета. Но Сабалета каким-то чудом успевает извернуться, вытянуть ногу. А парню назад попал вместе в ближний угол, но не так сильно, чтобы Алисину вообще каких-то, конечно, у него Ангель Куре появился в составе Аргентины. Интересный, кстати, нападающий. И уже Неймар, получив мяч от Марцелла, идет на штрафную. Раскачивает соперников. Подача! Неймар успел здесь Эммануэль Масс или это Фунес Мори. В общем-то, это совершенно неважно. Вот опять они вдвоем едва не обыграли там пятерых или шестерых. Вы видели, появился уже у кромки поля. Неймар пяткой пасует на ход по линию. Ответная передача, Неймар, пауза, обвел вратаря, кончилось поле. Не решил, в какой-то момент хотел отдавать, потом... Думаю, чуть-чуть я буду его отдавать, Дайкес там забью. Ну и в конце концов, действительно, здесь хорошо сыграл Сергей Ромен.